МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу вам представить своих друзей Степанову Тахмину, певицу, и Полекшанова Михаила, сексофониста. Сексофон, кстати, вы свой немножко не собрали, да? Он где-то после рекламы, видимо, продемонстрируете, как будете играть. Итак, у нас сегодня будет в эфире готовка только летних блюд. Блюдо у нас исключительно легкие, исключительно ппшные, разве что, кроме, я так предполагаю, вашего. Начнем давайте именно с вашего блюда, так как у нас здесь есть мороженое, которое уже немножко подтаяло. Итак, Михаил, что будем делать? Мы сегодня будем готовить смузи, то есть один из самых лучших летних напитков, который всегда освежает. Поэтому вот у нас уже начинает таять... Таять наша... Нет, не лед, к сожалению, не лед, а наше мороженое, поэтому мы должны поспешить, чтобы получилось очень вкусно и всем понравилось. Так, хорошо, давай мы тебе поможем. Что мы будем делать? Для начала, я думаю, нужно распаковать мороженое. И бананы, да, наверное? Да, и порезать бананы без проблем. Ну, то есть, безусловно. Один, два? Так, я буду помогать вам или вместо... Командовать, командовать. Я главный, да, сегодня вместо ведущего? А все нужно? Ну, я думаю, если мы будем готовить не на всю съемочную группу, а на трех человек, то мне кажется, хватит и половины. А если рассчитывать на то, что мороженое растает и... А так и должно быть, что-то растает. А тут все не влезет. Я кедаю? Давайте поменьше немножко. Да? Потому что можно не порезать. Все, так, я заливаю мороженое. Давайте все сразу заливем, чтобы все не осталось. Да, а то он растает потом и будет вообще безгодно. Так что лучше заливать. Она... все может не влезть туда. Так, я попробую. Надо на упаковку не закинуть туда. Видишь, еще молоко. Так, ну, хорошо, я думаю, пока достаточно. Утрамбовать, мне кажется, немножко. Сколько бананов? Давайте все сразу. Мы же на всю съемочную группу это. Мы вот так. Так, ну, я думаю, это пока хватит. Да, хватит, да, думаю. У нас началась нарезка, получается. Хорошо. А вообще, ты это блюдо сам готовишь? Да, я дома готовлю. Очень часто, по идее, данное блюдо, но... Но иногда не бывает просто ингредиентов для него, то есть... Какие это ингредиенты? У вас есть еще... Да, самое главное, это получается черная смородина, ягода. То есть я ее забирал сам, где я не покупал. То есть это самая свежая ягода. Любая из тех, которые есть, в икутске, получается. То есть его тоже надо туда будет закинуть? Так, наверное, мы сначала включим, чтобы... Я думаю, нужно, да, сначала провертеть, чтобы как бы место побольше было и не расплескалось. Хорошо. Поэтому лучше... Так, это у нас очень интересный будет блендер. Давайте я подержу или вы сами можете держите? Хорошо. И... А, надо будет... Он уже включенный, я вижу. Да, нужно потихоньку. Давайте вы будете держать, я буду... Так, я держу. Держишь? Да, я держу. Так, я отойду подальше. Опасность, опасность. Походу, он. Сечка. Так, секунду, я переключу. О, точно. Дуполь два. Так, технические... Технические неполадки возникли у нас на эфире. А может блендер повернуть? Нет? А, кстати, да, я... О, вот, это человек. Да. Давай, закрываем. Все-таки женщины чаще возятся на кухне и понимают. Ну, обычно, мне кажется, мужчины лучше готовят, чем девушки или женщины. Ну, это как раз... Пошло дело. Потихонечку, потихонечку. Так, давай утрамбуем, это все так, как у нас мороженого много. У нас есть ложка или что-то? Да, у нас есть ложки. Давай ножиком. Давай ножиком это все вниз. Хорошо. Так, мужики на кухне. Это очень интересно. Конечно. Когда нету крышки, можно использовать поднос. Когда нету ложки, можно использовать ножик. Так, только в России. Почему в России? Ну, только мы используем. Давай не будем о политике, хорошо? А, ты не про политику. Не про политику, это вообще в общем. Хорошо. Про блюдо. Это только мужчина так умеет, вот так вот лучше, наверное, сказать. На скорую руку же нужен тоже. Так, наверное, может молочко добавим? А, кстати, молоко обязательно добавлять? Зачем? По идее, да. Не понимаю. Ну, потому что, если не добавить молоко, смузи будет слишком, как бы сказать, блоком, то есть как мороженое обыкновенное. Будет как молочный коктейль. Да, будет что-то вроде молочного коктейля. Все, давайте. Теперь, наверное, вот. Да, теперь уже ставим нашу крышку обратно. Потому что мы только что убрали, да? Так. Так, и продолжаем. Смотри, ты неправильно, не той стороной ставишь. Вот же здесь уже все написано. Написано просто по этому. Так, хорошо. Я готов? О, дело уже. Пошло дело. Так, вот, пока достаточно, я думаю. Да, для начала хватит. Так. Мне кажется, что-то объем не уменьшился. Не-не-не, это нормально. Может, отопьем потихоньку? Кстати, думаю, пробу снять хочешь уже? Нет, почему? Ну, еще ягоды. Давай, кстати, ягоды закинем сначала. А йогурт? Йогурт будет сам в конце. А, я прям все сразу. Так, нет. Мужчина, ну, главное. Ты же у нас певица, да? Да. Давно, конечно. Ой, ну, начала я еще увлекаться в детстве. Потом какое-то время я не пела. И возобновила это дело в 2012 году. А, начала петь лет с 7, да? Ну, где-то так, да. И первое, это вот профессионально, в смысле, тебя отправили куда-то? Ну, да, мне прям панограмму сделали, да-да-да. И что за первая песня была и где это было? Это было в Верхневилюйске, в День Победы. И я пела песню Наташи Королевой «Мужичок с гармошкой». Может, кто-то ее помнит? Может, вам покажете ее немножко? Мужичок с гармошкой, поиграй немножко. Сколько от души Наташку раз смеши. У меня было такое пышное платье, банты. И тоже показывали по телевизору. Я это очень хорошо запомнила на всю жизнь, наверное. Так, давайте. А ты, кстати, поешь? Я, к сожалению, не пою. Я только играю на сахарфоне. Ну, продемонстрируешь после рекламы. Да, продемонстрируешь. Я, кстати, у меня тоже был опыт вокала. Если так можно выразиться. Я пел на Сан-Айре. Угу. Какой был? Ну, хорошо, я поверил ему. Пошел. Это было неправда, что ли? Ну, после песни... А тебя жестоко обманули, да? После песни у меня была похвала, которая запомнил на всю жизнь. Мне мужик подошел один, я не помню, если же никто это был, и сказал... Молодец. Это было смело. То есть, намекло то, что было не очень, но было смело. Это было смело, да. За волю к победе, в общем, да, номинация. Грамота. О, прям розовый. Наполняется? Ну, судя по цвету, правда, не знаю, не знаю. Пока остановимся. Все. Вот. Ну, начнем, мы так и не рассказали, какой у нас получается рецепт. Сколько, кстати, и чего надо использовать? Получается, мы сейчас почти полный брикет мороженого залили сюда. То есть, нам нужен брикет мороженого, без рекламы. Мы не будем показывать его. Просто брикет мороженого. Три банана. Да, три банана нужно. Их надо очень мелко измельчить, желательно. Потому что так будет лучше. Как бы вкус будет лучше, да. И ягоды, которые вы собрали своими собственными руками. Тем более, уже, по-моему, скоро будет сезон. Я, честно говоря, не знаю. Но, ближе к осени, да, саврус. Земляника скоро пойдет. Барата-то за грибами, наверное. Да, за грибами, за комарами куда-то взлетаем. Хорошо. Итак, попробуем уже, наверное. Ребята, мы еще добавили немножко молока, не забывайте. Молока и черной смородины. Мне кажется, нужно еще перемешать, потому что ты видишь, что тут ягоды остались. Давай, ты тут много болтаешь, давай-ка ты тут будешь мешать. Давай, подержите. Так, может, пока он мешает, мы начнем... Своё блюдо готовить? Хорошо. Пока ты... Пока я готовлю свою жижу, перейдем к Жене. Так, на что будешь? Я думаю, что сейчас очень актуальна тема правильного питания, да? ПП питания. Ну да, ПП. И я вот... Ну, вообще, этот салат я сделал первый раз. Называется «Все, что было в холодильнике». Что было в холодильнике? ПП можно сделать из того, что есть под рукой только. Конечно, но нет, опять-таки, нужно соблюдать, там, не переборщить с майонезом, ну, смотря какие продукты. В моем салате огурцы, помидоры. Если вы хотите, чтобы салат был более питательным, можно добавить яйца. Если нет, ну, чтобы он был легким, то можно и без яиц. Заправляем это все оливковым маслом. Ну, и, конечно же, наш самый главный ингредиент – это креветки. Ну, это вопрос сделал. Можно задать, да? Да, да. Ну, данное блюдо можно есть девушкам, которые после шести не едят? После шести? Да, я думаю, что да. То есть он не прибавит особо калорий? Нет, конечно. Тут сыр, он тоже, ну, сыры же бывают разные, да, твердых сортов. Окей. Итак, основное блюдо у нас – это... Это мраморный сыр. Мраморный сыр. Да. Никогда такого не видел. Очень интересно выглядит. Обязательно его надо использовать? Нет, не обязательно. Вообще, любой сыр, который вы любите. Я просто люблю твердые сорта, и они, как бы, ну, я думаю, что мини-калорийные. Думаешь? Нет, ну, нет, вообще нужно смотреть, если девушка соблюдает там диету. Ну, я особо на диетах не сижу. Два яйца у нас есть. Но яйца – это если только вы хотите, чтобы они более питательные. Более сытные. Да-да-да, конечно. Так, а сколько огурцов нужно? Ну, если один человек, я думаю, что одного небольшого огурчика хватит, да. Нам нужно все на всю игру. Два огурца и помидорчики. Помидорчики любые. Тоже. Все режем не очень мелко, такими средними кусочками. Окей, мы как-то можем помочь или можем только... Да, я думаю, что вы занимаетесь... У нас уже близко, почти готово. Смьюзи, да? Мы что, кстати, с ним еще можем сделать? Мы должны еще немножко добавить, я думаю, йогурт или ягод, да. Давай ягод добавим. У нас в таланте их очень мало, поэтому не будем их жалеть, мне кажется. Кому их нам оставить? Кому нам жить, ягод. Главное смузи. Хорошо, давай перемешаем еще раз и запустим его. Все, давай аккуратно, чтобы было. Я вижу, ты профессионал в этом. Я в первый раз смузи готовлю. А, мешать? Мешать я профессионал. Мешать ножом. Мешать ножом это оригинально. Это ключевое, ключевое слово, ножом. Просто необычная программа. Просто ты должен был принести, на самом деле, смузи твое, ты должен был принести лопатку. Нет, мы хотим поднять рейтинги, поэтому лучше будем ножом. Как это может поднять рейтинги? Я не знаю. Ну, потом проверим, потом проверим. Не стандартно, все не стандартно поднимает рейтинг. Если что, если что. Я так думаю. Хорошо. Так, давай еще раз мы его включим, смузи. Зверь-машина. Зверь-машина. Ну, можем убирать нашу плюшку. Так, хорошо. Пока у нас, я думаю, мы уже можем отведать. Да, думаю, можно разлить. У нас здесь стаканы. У меня вот здесь три стакана, как раз всем хватит. Давайте еще раз перемешать немножко ножом. Ножом. Чтобы было полностью хорошо. А как ты попал, как сказать, на эстраду? Музыкальную школу? На эстраду. Ну, это был очень долгий путь, я думаю, потому что... Очень долгий путь. Сколько лет тебе? Мне сейчас 19 лет. Так. Вот. И музыкой я начал заниматься примерно лет 8 назад. Меня отвел мой отец в детскую школу искусств. Где я начинал с класса, получается, флейт. Такая маленькая рыдочка для детей. Постепенно у меня стало получаться. И вот я начал играть на саксофоне. А с флейт, ты вообще, вот ты приходишь такой, хочешь... Ты сам хотел на духовые идти на саксофон? Я не хотел, потому что думал, что мне кажется, это не было бы круто, что среди моих сверстников. Типа, с чем ты занимаешься? Боксом? А ты? Да, боксом. А я на саксофоне играю. Я там сразу пошли в туалет, короче. Ну, вы поняли. Школьные годы они были суровыми. Суровыми, да. Какую школу, кстати, закончил? Я учился в очень большом количестве школ. Но закончил я физтехлицей имени Ларионова. Амини Ларионова. А можешь привет всем передать? Да, передай всем привет своим учителям, ученикам, которые сейчас уже уехали за пределы нашей республики учиться. Надеюсь, у них все будет хорошо. Надеюсь. Итак, дорогие телезрители, я тебя перебью. Дорогие телезрители, мы уже готовы отведать наше первое сегодняшнее блюдо, но мы сделаем это только после рекламной паузы. Дорогие телезрители, мы снова в эфире. И давайте мы отведаем, что у нас получилось. Так, Нина уже попробовала раньше нас. Такое вкусно вышло? Да, вкусно. Я еще не пробовал. Ну, я думаю, что девушкам, которые не едят после шести, это лучше выпивать, наверное, да, это же смези до обеда. Кстати, придерживаешься всем этим правилам до шести, после шести? Нет, я не придерживаюсь, так как я всегда в движении, у меня большое семейство, дети, не всегда получается. Но, конечно же, бывает, что я, если я чувствую, что мне нужно отказаться от мучного или от сладкого, бывает такое, а так, чтобы на строгих диетах я не сижу. Понятно. Итак, мы обещали нашим телезрителям, что Михаил покажет, что, как он умеет играть на саксофоне. Так что? Да? Просим. Просим. Я сыграю куплет одной песни, надеюсь, многие знают, она называется «See you again». С ней я очень часто выступаю, она очень нравится, поэтому я попробую удивить наших телезрителей чем-нибудь. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круто, круто. Спасибо. Можно посмотреть? Да, конечно. Сколько он весит? Я думал, сначала стоит. Я не буду задавать такие вопросы меркантизм. Я не знаю, сколько он весит, но инструмент такой особый, потому что если, вот тут видите, очень много клавиш, большая клавиатура, но если ломается хотя бы одна, саксофон полностью играть тоже не будет. Понятно. Поэтому с ним очень аккуратно. И хорошо должны лёгкие, наверное, работать, чтобы уметь играть. Да, конечно, курить нельзя. Мы за здоровый образ жизни. Поэтому я думаю, хорошо. Аккуратненько. Итак, давай поможем. Но я, ребят, пока вы мешали ножом смюзи, я уже практически всё нарезала. Я положила туда огурцы, помидоры, свежие листья салата, мой мраморный сыр и два яйца. Ну и наша завершающая, да? Креветки, да? Да, это креветки. Креветки вот сейчас очень удобно в наше время. Всё продают готовые. Очищенные? Очищенные, да. Ну, можно, конечно же, купить замороженные, да. И самим всё, конечно же. Вот сейчас, значит, осталось залить немножко. Да, это оливковое масло. Приправить, да. Ну, это уже по вкусу, кто как. Ну и, собственно, оно готово, я так подозреваю. Да, конечно. Ну, если кто-то хочет, может добавить специй. Соли. Я обычно делаю это без специй. Так, хочется попробовать, ощутить. Давайте после вас. Хорошо. У нас, кстати, была ложка, ну, она пластиковая, конечно. Ну что, ребят, вы? Ты, кстати, придерживаешься ПП-режима? Я пытался, но трудновато это делать. Но сейчас это просто очень модно. Это модное веяние, скажем, ну что, ребят. Ну, мне кажется, больше у девушек, чем у парней происходит. Тебе просто природа это надо, да? Нет, мне кажется. Так, хорошо, я попробую. Будет очень аппетитно. Когда съешь, палец вверхи все хорошо и палец вниз, если плохо. Очень вкусный такой салат. Ты там, да, ты перемешай, креветочек возьми. Ну, я уже салат, что одну капусту съел. Поэтому, ну как тебе? Нормально? Очень вкусно получилось, да? Это, он, наверное, спрашивает, вообще съедобно или нет, да? Нет, я уже издалека видел, что очень аппетитно, мне уже хотелось есть. Но я вижу, что эфир и нельзя. Поэтому попробую сейчас. Хорошо. Итак. Я весь ем, да? Пока он кушает, видите, зрители. Да, очень вкусно, кстати, серьезно. Давайте мы попробуем сделать десерт. Мне нужна будет ваша помощь, ребят. Мне нужно будет, чтобы кто-то сначала нарезал банан также ломтиками, кроме последнего кусочка. Ну, маленький кусочек здесь ставить. Мне что делать? Так, а ты давай пока... Три мандаринки надо будет их почистить и разложить. Давай, ты, ты. Ладно. А мы что, уберем? Уберем уже, да, он уже... Да, он нам не понадобится. Он уже сегодня отработал свою. Самое вкусное мы уже сделали, да? Маленькими, да? Кусочками режу. Да-да-да, маленькими кусочками. Моя, значит, чай-чай-чай. Это, наверное, большие, да? Это, да, большие будут. Надо будет наполовину. А, для салата, да? Это не салат, это... А что это будет? Это будет... Блюдо называется елочка. А почему елочка? Фруктовый салат елочка. Потому что он будет выглядеть, как елочка. Скажу по секрету. Что-то интересное. По секрету, если на свет. Именно так. Колбаской? Колбаской? Ну, я порезала. Хорошо. Кругляшечка. Так, теперь киви. Надо будет так же киви... Что с киви делать? Дольками нарезать. Ну, тоже тоненько. А я почти уже готов. Вы от меня отстаёте немножко. Ты ещё не сделал. У тебя вон, если чё киви есть ещё. У меня остался один мандолин. Так что... Хорошо. Воспевайте. Так, нарезаем, нарезаем. Так. Угу. Самый волнительный концерт какой был? Помнишь? Когда это вообще было? Ну, вот, это, наверное, впервые, когда я вышла на сцену. Угу. Уже вот прям на сцену. Ну, это был конкурс Той Хая, который проводится в Мирно. Перед судьями всегда петь волнительные. А какую песню спела? Там было... Там нужно было исполнить три песни. Угу. Обязательно две песни на якутском языке. А другая у меня была Папури в индийском. Папури? Папури, да. А что там? Какая песня была в Папури? Там были индийские песни. А можешь спеть сейчас индийскую песню? Я, ой, я, наверное, уже... Я вот после того раза даже не пела. Не хочу вспоминать об этом. Не-не-не, да, почему? Хасите, хасите, дегджаирасите, хушими... Ой, я уже слова не помню, честно. Ну, вот, в общем, все песни были из «Танцуй, танцуй» и «Танцор диска». А, да. И самые известные фильмы. А на русском, на якутском? И на якутском пела я песню. Какая там была песня? Ну, она всем известна, эта песня, я думаю. Очень красивая песня. Не аплодировали. Эту песню моя мама мне в детстве пела, и я вот ее стала тоже петь. А можно поинтересоваться? Я не понял, о чем песня. Песня, ну, конечно же... Ну, вообще песня про подснежники. Нет, гугун, это подснежники, да? О том, почему подснежник... Вырастает? Нет. Завял подснежник, по-моему. Завял? Как дарил, гугун. Грустно, песня. Где подснежник? А, и мы поднимаем наверх, как пирамидка, да? Да, это именно елочка. А, а мандарины где-нибудь? На самом верху? Мандарины, это у нас вокруг. Давай по одному и разделим. Хорошо. Так? Да, вот это уберем. Вот так? Правильно. И вот так. Нет, пока это уберем, пока это... А, у меня есть маленькая. Вот, так уже лучше, так уже лучше. Так, и по одному мандаринку, по одной мандаринке. Вокруг складем, вот так сложим. А тут самое главное, внешний вид салата, я так понимаю, да? А, это намек на то, что будет не очень вкусно, что ли? Нет. Нет, я не намекаю, ни в коем случае. Так, мы вот так вот вокруг делаем мандаринками. У нас получается маленькая башня, да? Маленькая башня. Или елочка. Это именно елочка. Мед открываю, да? Мед открываю, и надо сначала будет йогуртом это все полить. Медом будет чуть-чуть попозже. Я выкладываю или хватит мандарина? Ну, хватит, я думаю. А можно скушать? Давай я... Что-то у меня не получилось, отпустила. У меня супер-купер-нож якутский. Киви сейчас я расскажу, зачем он вообще нужен был. И вот примерно 250 грамм у нас йогурта. А я уже знаю, зачем. Зачем? Ну, елочка получается под снегом. То есть, летом мы вспоминаем о зиме сейчас. Ну, так когда жара, хочется именно прохлады. А когда жарко, да? Наоборот, когда полно хочется. Да, когда полно хочется тепла. Так. Сделаем. Размажем все красивенько. И раскладывай. Так, и давай киви мы разложим. Это, понимаешь, он зеленый. Ну, я и говорю. Типа елочка. Типа елочка, да. Одним цветом. А что значит оранжевый, тогда монорин? Оранжевый. Вот это вопрос для вкуса, я думаю. Это украшение. Для фантазии придумай что-нибудь. Оригинально же. Оригинально же, да. Делаем. Сейчас я думаю. Может, и грибы будут. Такие виды много. Много. Давай вот оставим так вот правильно. Хорошо. И мед. И медом нужно будет сверху. А насколько калорийное твое блюдо? Ну, мед, я так смотрю, натуральный, да? Мед натуральный, а йогурт не жирный, простой самый. Там 4%, по-моему. Ну, и вот тоже нужно. Так что, девушки тоже худейшие. Ну, а фрукты, это, в принципе, ппшное блюдо. Так и все. Для завершения мы посыпаем кунжутом. Обязательно кунжутом, да? Или, может, заменить его? Я думаю, обязательно. Так, у нас осталось немножко еще. У нас еще есть йогурт, по идее. Можете его добавить? Или он не понадобится, да? Что значит, еще йогурт остался? Давай йогурт добавим. Вот такой же, да? Гармония вкусов. Гармония вкусов. Но он уже со вкусом, ребята, знаете, да? Он со злаками. Да, тогда, наверное, не будем. Это же с твоих осталось. Да, он смешный. Не будем его трогать. И последний штрих, последний штрих. Давай, давай. Как вы сыграли, может, взять вот так, аккуратненько. А, кстати. Вот так, да. Вот так. Так вот, даже это на мою руку. Вот так. Очень страшно. Красиво получается, слушай. Да. Это снежок. Наверное, неудобно так делать. Похоже на цапы, да, немножко? Но зато в тренде. Потом вся кухня будет в кунжуте, я думаю. Так, давайте поднимем наше блюдо, чтобы наши телезрители посмотрели его. Чтобы все видели его. Видели, да. В общем, дорогие телезрители, если у вас есть три пары руки свободных на кухне, то вы за 20 минут сможете успеть приготовить смузи, такой вот легкий летний салат. Ну и, конечно же, на десерт вот такую вот замечательную очень-очень вкусную елочку. Слушай, а есть какая-нибудь песня, которую обычно заканчивать можно эфир? Эфир? Эфир именно, да. Ой. Я даже не вспомнил такие вопросы. Очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Дорогие телезрители, на этом наш эфир заканчивается. Встретимся с вами в этом же самом месте в это же самое время. Всего хорошего. Будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!